Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Кристину Черкасову совсем не радует материнство. К такому выводу пришли фолловеры девушки, выслушивая ее бесконечные жалобы на сына. Так, к примеру, Ослина бесится от бесконечных капризов наследника и недоумевает, почему именно с ней малыш отказывается засыпать, в то время как у Андрея Черкасова нет с этим никаких проблем. Судя по всему, Ослина нашла няню для трехмесячного сына. В гости к экс-участнице телестройки приехали отец и брат, и хотя последнему всего 12 лет, он, по мнению Кристины, неплохо справляется с ее сыном. Мальчику удается за считанные минуты уложить Святослава спать, причем теперь это стало полностью его заботой. К слову, Ослина нашла родственнику и другое применение. Брат будет гулять с коляской, чтобы у молодой мамочки было время отдохнуть. Все бы ничего, но фолловеры отказываются закрывать глаза на вопиющее поведение Кристины. Многие убеждены, Ослина пошла на поводу у Черкасова, а сама не была готова к материнству. Теперь же девушка пожинает плоды своей беспечности и изводит ни в чем не повинного сына. Плановое обследование, на которое отправилась Александра Черно, закончилось тем, что Саша уехала домой. Врачи дали Черно три дня, чтобы родить ребенка самостоятельно. Если родовая деятельность не начнется, то ей сделают операцию. В этом случае Черно придется долго восстанавливаться, она сама признала, что с большой жировой прослойкой будет нелегко. Но что делать? Черно сразу же начала советоваться с поклонницами, а Аганесян интригует подписчиков своим молчанием. Новости действительно странные. То, о чем уже много дней подряд пишут телезрители, наконец-то Саша озвучила вслух. Ждать больше нельзя, но она признает, что уже готова на все, лишь бы с ребенком было все хорошо. Гораздо хуже отреагировал Аганесян. Он, как обычно, нагнетает обстановку. Для чего-то Йосиф пишет, что измучен до боли в груди и все настолько непредсказуемо, что он готов набрасываться на людей и верит в хороший исход. И еще постоянно истерически улыбается в сториз в своем смешном кокошнике. Представьте себе, какие в социальных сетях начались разговоры. Видимо, Йосиф оказался тем еще паникером. На нервной почве он начал доставать свою кошку и в видео с котенком Сашей подписчики сочли издевательством над животными. Последние сториз Йосиф все были черного цвета. С просьбой его не беспокоить. Ему хочется тишины, настроение на нуле. Он пишет, что временно будет недоступен. Участник буквально запугал тех, кто следит за его страницей в инстаграме. Да, с такой поддержкой Черно нужно еще больше мужества и терпения. Не поспешила ли она говорить, что муж повзрослел и на него можно рассчитывать в трудной ситуации. Алена Савкина только прилетела из Владивостока, а уже сбежала за периметр. А с вами в решении уйти, ставшим для всех полной неожиданностью, оповестила фолловеров сама молодая мамочка. Более того, Алена сразу дала понять, она поставила точку в отношениях с Колесниковым. И это одна из причин такого поспешного ухода. Впрочем, накануне Савкина записала видео с поляна, заявив, что вернулась обратно. Девушка откровенно призналась, решение сбежать было необдуманным и лишенным всякого смысла. Особенно теперь, когда эмоции улеглись и они с Максимом помирились. По словам молодой мамочки, она дала своим отношениям с Колесниковым еще один шанс и теперь готова меняться ради возлюбленного и их совместного будущего. К слову, Алена не стала скрывать, зрители ждут крайне эмоциональные эфиры. Девушка анонсировала грандиозный скандал с бойфрендом, который и подтолкнул ее к воротам. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок Алексей Безус не расслабляется на телепроекте, дожидаясь прихода своей верной подруги Милены. Долгое время писали на шлоке, что девушка колеблется, не может выбрать одну из двух – вольную и спокойную жизнь за периметром или новые отношения с Безусом со старыми проблемами на радость зрителям. Недавно стали известны условия возвращения Милены Безбородовой. Она хочет исправить бюст и сделать вторую по счету мамопластику. Подписчики Безбородовой уверены, что торговалась она с руководством Дома-2 не потому, что хотела повышенную зарплату или участие в конкурсе «Свадьба на миллион», а требовала поставить ее на очередь к пластическому хирургу, у которого недавно побывала Анастасия Голд. Милена хочет откорректировать форму бюста, немного увеличить размер, вставить новые импланты и избавиться от большого расстояния между выпуклостями, чтобы все было естественно. Наверное, купальники и платье не приглашают рекламировать. Еще ничего не понятно, Безбородова уже запланировала операцию на зиму 2021 года. Возможно, к этому времени она и сама накопит необходимую сумму. Хотя участники реалити-шоу Дом-2 так привыкли все делать по бартеру, что за новый бюст Милене придется пахать и пахать в эфирах, если она появится в периметре. Уж Безбородовой хорошо известно, каким горьким бывает бесплатный сыр в мышеловке. На Доме-2 утвердили новую ведущую, по слухам, Юлию Ефременкову, покинувшую телестройку еще зимой, заменит Лариса Гузеева. Якобы ведущая Первого канала сама выразила желание заняться воспитанием строителей любви и готова приступить к работе уже в ближайшие дни. Ксению Бородину буквально завалили вопросами о том, как она относится к перспективе трудиться бок о бок с главной свахой страны. И судя по гневному посту самой Ксюши, она пришла в ярость от подобных слухов. Ведущая отметила, что в последнее время о Доме-2 гуляет масса нелепых сплетен. Однако это уже перебор. Бородина заявила, состав ведущих полностью обновится. Так Ольгу Бузову заменит Бритни Спирс, Андрея Черкасова, Костя Дзю. А на место Влада Кадони уже пробуются Кашпировские. Очевидно, что Ксения шутит, однако вопрос о смене кадрового состава телестройки остается открытым. Ни для кого не секрет, организаторы активно подыскивают себе нового сотрудника и даже устроили всероссийский кастинг. Накануне стало известно о расставании Максима Колесникова и Алены Савкиной. Парочка поставила точку в своих отношениях почти сразу по возвращению из Владивостока. После чего Алена явно на эмоциях поспешила покинуть телестройку. Пока сами влюбленные хранят молчание и не спешат делиться своими переживаниями, Ольга Рапунцель решила расставить все точки над И и высказаться по поводу взаимоотношений сестры с бывшим бойфрендом. Оля опубликовала пост в поддержку родственницы, а заодно и намекнула, что именно произошло между Аленой и Максимом. Судя по всему, молодой человек допустил оплошность, какую Савкины и ее родные сочли предательством. Сама Рапунцель убеждена, Алена слишком доверчива и позволяет собой пользоваться. Впрочем, Оля не теряет надежды, что рано или поздно ее младшая сестра все же встретит того самого и единственного. У Ирины Пингвиновой сейчас 22 неделя беременности. Она всегда была худой, никогда не мучилась из-за проблем с фигурой, могла кушать сколько угодно и при этом не набирать веса. За период беременности, однако, она набрала внушительное количество килограммов, уже 11. Поклонники тоже заметили, что она заметно округлилась. Как многие знают, до беременности я весила 49-50 килограммов при росте 173. Я сама была худенькой и не следила за своим питанием, генетика. В первом триместре у меня был сильнейший токсикоз, не помогало ничего, и я очень переживала, что плохо ем. И я начала себя заставлять кушать, поделилась Ира. По словам Пингвиновой, пища ей начала помогать постепенно. Она кушала, и токсикоз понемногу уходил. Начал появляться усиленный аппетит, а вот чувство сытости у нее отсутствует. Так что сейчас она уже весит почти 62 килограмма. Продолжает кушать и набирать вес. Хотя на месте Иры многие девушки уже начали бы беспокоиться. Она как раз совсем не переживает. Ира даже просит не писать ей какие-то рекомендации, как быстро похудеть, давая понять, что не собирается их придерживаться, ни вообще даже читать их. На диету садится она тоже не хочет. Ей нравятся пухлые щечки и то, что она немного побудет в теле. Хотя иногда она чувствует себя неуклюжей, носят Димины вещи. Но и себе она тоже приобретает то, что нравится. Кстати, буквально несколько дней назад Ира и Дима узнали, что они ждут девочку. Хотя уже несколько месяцев они были уверены, что у них родится мальчик. Выяснилось, что доктор ошибся, так как на УЗИ не всегда можно точно увидеть все подробности на маленьком сроке. А Ира хвасталась тем, что родит сына. Буквально через несколько недель после зачатия. У их с участницей появилась идея, как отомстить бывшему супругу за его попытку удерживать дочь возле себя. Недавно Александра Гозиас захотела перевезти Софию в Москву, где у нее новая семья, супруг и скоро появится с ним общий ребенок. Но Илья Кротков, отец Софии, взбунтовался и подал в суд, чтобы Саша не могла забрать дочь. Гозиас пыталась убедить Илью отказаться от иска, по которому он хочет официально определить место жительства ребенка. Но похоже, ей пока не удалось добиться результата и суд все-таки будет. Теперь Гозиас намерена отомстить и подать на алименты. Она отметила, что Илья и так платит алименты Софии, но не официально, а она подаст в суд, чтобы он платил уже официально. Саша жалуется, что экс-супруг продолжает настраивать против нее дочь. София снова упирается и не хочет переезжать, так что понятно, откуда у нее истерики. Кроме того, Гозиас жалуется, что Илья сейчас мог бы видеть дочь чаще, но они видятся раз в неделю. Так что Илья, мол, борется сам не знает за что, возмущается она. Пользователи уверены, что официальные выплаты алиментов лишь усилят позиции Кроткова, тем более, что даже неофициально, судя по Сашиным словам, он платит исправно, а официально точно будет очень ответственным. Значит, и суд будет более склонен его поддерживать, чем отказывать ему уверенно в сети. О подробностях конфликта Гозиас расскажет позже. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро. Подписывайтесь на наш канал.